Сил-Ламяевская городская библиотека, основанная в 1947 году, в этом году отмечает 75-летие. За это время в библиотеке сформировались свои традиции. Ежегодные библиотечные дни, день детской книги, выставки творческих работ горожан, день родного языка и многие другие. Каждый третий житель города Сил-Ламяев является пользователем библиотеки. В детском отделе созданы все условия для пробуждения интереса к чтению у детей. Горожанам библиотека известна как разносторонняя, дружелюбная к читателям и постоянно развивающиеся учреждения культуры. На сегодняшний день библиотека предлагает читателям более 170 тысяч всеразличных книг и печатных изданий. Вы правильно сказали, что 75 лет библиотеки. Хочу отметить, что она на 10 лет старше, чем город. То есть первые люди приехали и с ними сразу образовалась библиотека, потому что тогда, но сами понимаете, интернета нет, телевидения нет. Люди читали много. Ну и очень приятно отметить, что читать сейчас тоже много. Мы тут подбили результаты за прошлый год и оказалось, что у нас читателей 4700. То есть это больше 30% жителей города, что приятно. И надо сказать, что такие цифры интересные только получили, что нашу библиотеку, ну вы знаете, что наша библиотека состоит из двух частей, которая на улице Калда в Старом Дании и здесь, на Бульваре Виру. И где-то суммарно нас посещает 150 человек в день. Я думаю, что это хорошо. Значит, люди знают к нам дорогу, но те, кто не знает, скажу, что мы находимся по адресам Калда 12 и Виру 26, открытый по рабочим дням. И также выходной день в субботу мы готовы выдать вам новые книги или пригласить на мероприятие. Ну и еще я хотела бы сказать, что фонд библиотеки у нас очень богатый. Это 178 тысяч книг. 178 тысяч книг. И в прошлом году поступило более 7 тысяч абсолютно новых книг. Если говорить о таких неприятных вещах, как деньги, то я хотела бы отметить, что все-таки государство эстонское поддерживает нас очень хорошо. И более 23 тысяч евро мы получили на комплектование фонда. И к этому прибавляются еще и городские деньги. И поэтому я думаю, что это очень хорошее поступление 7 тысяч. И, кстати говоря, вот сейчас в свете последних событий люди волнуются, что не будет новых книг. Я думаю, что любая ситуация находит в свое разрешение. Сейчас может быть небольшая пауза, но достаточно новых книг для того, чтобы эту паузу заполнить. Скажу о том, что мы предлагаем. Но кроме книг мы предлагаем, конечно, еще журналы. У нас есть большая периодика. И также есть такая услуга, как обучение компьютерной грамотности. То есть люди, которые стесняются, может быть, своих умных детей, внуков спрашивать, они тогда могут у нас обучиться самым основам компьютерной грамотности. То есть как пользоваться компьютером, планшетом, телефоном, нынешним смарт-телефоном. И все это происходит не на глазах, это где-то отдельно, никто не будет мешать, только библиотекарь и человек. Только предварительно записаться надо. И надо сказать, что таких учеников у нас было в прошлом году 187 человек. Так что приходите. Библиотека оказывает еще такие услуги, как распечатка необходимых документов, ксерокопий или распечатка с компьютера. И самая популярная услуга, я думаю, вы все догадаетесь, какая в прошлом году была, это сертификаты. Сертификаты, которые надо было распечатать или которые надо было помочь, чтобы на телефон их скачать. Так что приходите. Мы всегда рады помочь в пределах тех возможностей, которые у нас есть. А так я хотела бы сказать, что те книги, которые отсутствуют в библиотеке, вы можете заказать в других библиотеках Эстонии. Ни одна библиотека не обладает всеми книгами, это само собой. А так эта услуга предоставляется в рамках нашей страны. Мы отправляем заказ в те библиотеки, где эта книга находится, и они присылают к нам бесплатно. Но читатель, который эту книгу заказал, по закону, который принят, он за свой счет отправляет ее назад. Но это вполне допустимая такая сумма. Также в городской библиотеке проходят всеразличные выставки, творческие встречи, конференции и мероприятия для горожан, которые пользуются огромной популярностью. И про выставки, и про мероприятия в библиотеке хочу сказать, что они постоянно проходят. И те, кто следит за новостями, те, кто смотрит наш сайт, или городские новости, всегда знают, какие выставки у нас проходят. И в то же время мероприятий у нас тоже очень много. Для детей. Кстати, наша сотрудница Елена Невская, которая проводит занятия для детей, была отмечена на государственном уровне в прошлом году за свою интересную задумочку. Это к слову. И мероприятие для взрослых проходит. Мероприятие «Сухое слово», но мы стараемся сделать так, чтобы было беспафосно и интересно. И в прошлом году у нас на мероприятиях побывало более 7 тысяч человек, детей и взрослых. Это очень хорошо. Вот. И самое ближайшее мероприятие, которое у нас состоится, это уже полюбившийся актёр Сергей Черкасов из Русского театра Эстонии, читает стихи, моноспектакль, как он называет. И этот моноспектакль, у нас было уже несколько его выступлений, он будет называться по стихам поэтов Вознесенский, Рождественский, была Ахмадулина, Акуджава, Антимиры. То есть это вот тот пласт стихотворной русской литературы, который был вот в прошлом веке, не самый последний. Вот. Так что я всех приглашаю и приглашаю следить за нашими новостями. Мы всегда их располагаем на городском сайте, в городской газете, ну и телевидении любимое. Добро пожаловать в городскую библиотеку сил Ламяя и следите за последними новостями вместе с командой ЕСН-ТВ. Продолжение следует...